Всем привет! Сегодня у нас будет не просто собирайся со мной, а собиралка на свадьбу. Как раз вот весна, лето, мне кажется, это такой сезон, когда много разных мероприятий, которые требуют нарядного макияжа. Поэтому я решила попробовать какую-то новую косметику, немножко поболтать с вами, ну и вообще заснять весь этот процесс заранее, потому что зная себя, как только я заеду домой в Украину к маме, я точно не стану расставлять аппаратуру. Ну и дети никогда не дают полностью расслабиться, поэтому делаю все чуть раньше, для того, чтобы поделиться с вами, потому что вы просили меня показать такой макияж, ну и вообще я люблю снимать собиралки. Давайте начнем. Я уже нанесла свой уход, так как я буду делать стойкий макияж, также я буду использовать новый тональный крем от NARS, который требует очень такого сильного увлажнения кожи, поэтому я предварительно нанесла сыворотку от марки La Roche-Posay, это новинка. Она идет с двумя видами гиалуроновой кислоты и витамином В5. Я очень надеялась на то, что это будет бюджетная альтернатива моей самой любимой увлажняющей сыворотки от марки SkinCeuticals. Она безбожно дорогая и в Польше у нас не продается, поэтому я даже искала замену, ничего похожего в моей косметичке не было. Вот это фантастика для сухой кожи, для обезвоженной кожи. Она оставляет такой небольшой слой на лице, но это не какая-то неприятная маска, она как будто удерживает влагу в коже, и если поверх нанести крем, то нет никакого ощущения липкости и перегруженности кожи. И вот после этой сыворотки я еще и нанесла супер питательный крем от марки PAYO, он моментально восстанавливает гидролипидный баланс кожи, предназначен скорее для сухой и очень сухой кожи. Мне нравится аромат, потому что это, знаете, такая отдушка дорогого качественного крема, не что-то цветочное, цитрусовое, а сливочно-кремовое. Он быстро приводит кожу в такое комфортное состояние и хорошо себя ведет с разными стойкими тональными кремами, поэтому сегодня я не буду пользоваться никакими увлажняющими базами. Тональный крем от NARS обещает натуральный сияющий финиш и хорошую стойкость. У меня красивый светлый оттенок, все полные названия и ссылки. Я, как обычно, оставлю в инфобоксе, чтобы сейчас не останавливаться. Буду наносить его при помощи бьюти-блендера. Мне кажется, что его не надо много, поэтому таким образом все распределю. Распределяю быстро, потому что я слышала, что он застывает, не надо зевать в таких случаях. Сейчас стало модно делать такие легкие текстуры, тонкие, которые хорошо перекрывают при небольшом количестве самого средства на лице и при этом, не знаю каким образом, но они действительно хорошо держатся. Мне нравится финиш, потому что они мертвецки матовые, а наоборот такой живой и здоровый. Я чувствую, что тональное средство осело на коже, но нет никакого ощущения стянутости. Его все еще можно растянуть слегка, передвинуть, растушевать. В тех местах, в которых вы в этом нуждаетесь, мне уже нечего тут делать. Но просто это говорит о том, что у любого обычного пользователя косметики будет время для того, чтобы любым способом нанести его на лицо. Едем дальше. Какой бы консилер выбрать? Я до сих пор постоянно пользуюсь вот этим от Too Faced, но на всякие такие выходы все-таки выбираю MAC, поэтому праздничный макияж буду пользоваться им. Девчонки, я сейчас сижу и плавлюсь за окном, у нас нас настоящее лето. Я уже столько раз замечала, что в Польше нет межсезонья, то есть они, к примеру, ходят в теплых куртках, ну как, относительно теплых, или пальто, и потом сразу переключаются на футболки. То же самое происходит с обувью. За 9 лет, чуть больше даже, я так и не успела к этому привыкнуть. И каждый раз весной я, как сумасшедшая, бегаю, покупаю там детям себе какие-то легкие курточки, туфли, а потом, знаете, ходишь в ботинках и бабах, сразу сандали. Пудрой закрепляю консилер и вот таким, как бы, треугольником тоже прохожусь, для того, чтобы поры не так были видны, и чтобы тональный крем держался лучше. Каждый день я этого не делаю, но на носогубку тоже наношу пудру, в таких случаях на подбородок и вот сюда, то есть на центр лба и между бровями. А на все остальные участки лица нанесу новинку и лимитку от марки Guerlain. Это то ли пудра для стробинга, то ли румяна. Я ее покупала как пудру, заказала на Сифоре с 20% скидкой. Она приехала ко мне и выпадал вот этот рефилд, то есть клей не слишком хорошо держал саму пудру. Я написала в службу поддержки и мне дали очень хорошую скидку, поэтому она мне обошлась, ну, прям дешево. В принципе, это неплохая пудра, но, честно говоря, даже прессованные метеориты я люблю чуть больше, потому что они дают больше сияния, у них более подходящий мне оттенок Mirium. И что еще? Больше матируют. Это, знаете, такое больше баловство для фанатов метеоритов, которым я, в принципе, являюсь. Короче, если вы меня спросите, жалею я или нет, нет, куплю ли я прессованные метеориты, однозначно да, я уже подготовила бюджет, и в следующей поездке в аэропорту я обязательно это сделаю. Теперь приступаю к бровям. Конечно же, не обойдется без любимого геля от Lancome. Он и только он. Я ничего нового не ищу, не покупаю, потому что он просто меня устраивает по всем параметрам. Он так долго мне служит, что, ну, просто, вот знаете, нет такой нужды. Вот буквально чуть-чуть наношу на кончик брови в основном. Просто у меня здесь волоски длинные, ну, и жесткие. Понятное дело, непослушные, поэтому вы будете наказаны. Сидеть, точнее, лежать на месте. Все. И так будет до конца дня, до того момента, как я не решу смыть макияж. Как обычно, брови буду оформлять при помощи теней от Анастасия Беверли Хиллз в оттенке блонд. По-моему, свою старую баночку я потеряла в поездке. Распаковала вещи и до сих пор не нашла. Не особо расстроилась, потому что у меня буквально было на дне, и даже этого, мне кажется, хватило бы до конца лета. Ну, так как вот эта запасная баночка уже год ждала в своей очереди, то, наконец-то, ею воспользуюсь. Я люблю все новое. И, кстати, девчонки, я ничего не говорю по поводу своего свадебного макияжа, потому что я до сих пор не жалею, не стыжусь того, как я выглядела на своей свадьбе. Дело в том, что я изначально нашла хорошего мастера и сделала пробный макияж. И вот, когда мы с ней впервые встретились, я сразу сказала, как я хотела бы быть накрашена. Она показала мне косметику, мы попробовали все это нанести. Я поняла, что я сама воспользуюсь своим тональным кремом и сама накрашу брови, потому что я себя так буду чувствовать более комфортно, что ли, более в своей тарелке. Поэтому я вам тоже рекомендую изначально проверить мастера, и если что-то пойдет не по плану, то вы хотя бы сразу об этом узнаете. Чтобы потом не оказалось, что на саму свадьбу вдруг вам нарисуют какие-нибудь яркие стрелки или сделают контуринг, который вы не любите. На нашей свадьбе у меня был абсолютно нюдовый макияж, и сейчас я знаю, что мне подходит, а что нет, и я бы, возможно, сделала чуть ярче губы. Но я до сих пор, знаете, вот с каким-то таким внутренним женским удовлетворением рассматриваю наши фотографии и не злюсь, что меня как-то не так накрасили. То есть до сих пор все как бы актуально, и мне кажется, что даже через 20 лет нюдовый макияж будет смотреться очень даже нормально. Прямо так обильно прокрашиваю тушью ресницы. У меня это Vivienne Sabo. Вообще-то классно было бы приклеить ресницы, но я не умею этого делать. И кремовый контуринг для меня это тоже черная магия. Это две вещи макияжа, с которыми я так и не смогла подружиться. Немного базы под тени. У меня это, как обычно, мак, она меня никогда не подводит. Попробую поснимать поближе, не знаю, что из этого получится, но хочется, чтобы вы все видели лучше. Весь макияж глаз я буду выполнять при помощи одной палетки. Это лимитированная коллекция NARS. Мне ее подарили, но я ее видела в нашей Сифоре еще месяц тому назад. Я надеюсь, что они еще не распроданы, потому что она заслуживает вашего внимания. Как только она попала в мои руки, я сразу же определила для себя те оттенки, которые я могу использовать на каждый день, и такие, которыми я могу каким-то образом разнообразить свой макияж, дополнить, сделать его более трендовым, интересным. И мне нравится, как мой оттенок глаз смотрится с красным, с малиновым. Я тоже вам об этом говорила. И что самое интересное, здесь очень красивые, нарядные, как мне кажется, прессованные пигменты. Я могу ошибаться, но самое главное, какой эффект они дают на глазах. Когда я была на вечеринке NYX, я вот в тот день первый раз пользовалась этими тенями. Я нанесла их как-то просто без особой идеи, даже без базы под тени. И после моих сториз, влога и в реальной жизни меня тоже спрашивали, что такое красивое на глазах. Первым я возьму матовый бежевый оттенок и зафиксирую базу. Наверняка вы будете спрашивать, какие кисти я использую. У меня это моба, я ссылку оставлю внизу на все то, что мне удастся найти. Далее я возьму вот этот светло-коричневый оттенок, он теплый и идеально подойдет в складку века. Девчонки, если бы я сейчас выходила замуж, я бы сама себя красила однозначно и сделала бы макияж похожий на вот этот. Нет, ну я, конечно, слышала, что у Нарс классные тени, но как-то вот я прям не ожидала, что они будут выглядеть такими многогранными на глазах. Вот казалось бы, просто рыженький оттенок, а он как-то так, не знаю, интересно смотрится на веке. Правда? Кисточкой чуть меньше я прохожусь по нижнему веку. Это номер 707 из коллекции Escalo. Теперь возьму вот этот оттенок, посмотрите, какой он пигментированный, и затемню внешний уголок. И это при том, что я изначально сняла его на руку. Нормально, да? Чистой кисточкой немножко растушевываю. Заметьте, что даже темные оттенки не осыпаются. Этой же кистью я немножко прохожусь по нижнему веку, вот остатками того, что у меня есть. Чуть-чуть. Теперь кистью поменьше, это барокко F340. Набираю самый темный такой коричнево-черный оттенок и рисую небольшую стрелочку у самой линии роста ресниц. Остатками того, что есть на кисти, я прохожусь по внешнему уголку прямо у корней ресниц для того, чтобы реснички смотрелись гуще. Они у меня, конечно, длинные, но густоты и объема им точно не хватает. И чтобы не было такой одной полоски внизу, я возьму еще раз ту же кисть, в которой я наносила предыдущий оттенок и чуть-чуть растушую. Теперь набираю нежный сатиновый оттенок и немножко нанесу в уголок глаза. Я не люблю, когда у меня здесь прям сверхсильное сияние, и этот же оттенок я вытягиваю чуть выше. Это делает взгляд более таким свежим, что ли. И самое интересное, набираю вот этот оттенок, он прям такой как будто влажный, и пальцем наношу на серединку глаза. Вы знаете, очень удобно, когда такие сияющие тени есть в твоей базовой палетке, потому что зачастую мне приходится брать какой-то дополнительный пигмент, и я уже несколько раз рассыпала свои любимые пигменты. А тут взял одно и все. Можно еще немножко наслоить или сделать это все влажным способом с первого раза. И получается прям... Это очень красиво выглядит в реальной жизни. Я не уверена, что камера сможет передать всю многогранность этого пигмента. Я все-таки считаю, что это прессованный пигмент. И при искусственном освещении, при видеосъемке это выглядит просто обалденно. Я решила сделать стрелочку более интенсивной. Почему-то мне так захотелось. Я уже накрасила нижние реснички. Они дают тень, и макияж на нижнем веке кажется чуть темнее. Вы заметили? В такой повседневной жизни я зачастую выбираю кремовые румяна или кремовые хайлайтеры. На этом все. Но если это уже макияж-макияж, такая, знаете, полная штукатурка, то использую отдельно и бронзер, и скульптор, и хайлайтер, и даже румяна. Короче, полный фарш. Сегодня я возьму пудровый бронзер из палетки от Urban Decay. Здесь вообще-то есть и кремовые корректоры, но я побоялась облажаться перед вами. Мне само еще надо к ним приноровиться, если вообще когда-то это у меня получится. Поэтому я вот открываю второе отделение, беру вот этот очень красивый бронзер. Он теплый, но не рыжий. И прохожусь по всему лицу легкими движениями, потому что впервые пользуюсь этим продуктом, чтобы лицо не слишком отличалось от всего тела. А вообще посоветуйте мне, пожалуйста, какой-нибудь автозагар, потому что я хотела бы чем-то таким воспользоваться именно на свадьбу, но пока что не выбрала. Может, вы знаете, какой стоит купить. У меня сегодня вообще многое в новинку. Я по-другому выставила свет. И хочется верить в то, что теперь все будет нормально. Ну, то есть не будет скакать, я не буду нервничать. И поэтому даже в таком более расслабленном состоянии снимаю видео, что не надо переживать, вышло солнце, зашло солнце. Я понимаю, что зрителю это неинтересно, но иногда, пока снимешь видео, уже потом вообще ничего не хочется. Да, конечно, пудровые продукты в этой палетке прям очень пигментированные. С ними надо осторожно обращаться, а не так, как я с размахом. Я вроде как все растушевала. Ну, ладно, мы не останавливаемся. У меня есть два новых скульптора от марки Estrada. Очень красивые серо-коричневые оттенки. Ну, по-моему, один из них слегка красноватый. Или вчера вечером мне так показалось, когда я готовила продукцию для этого видео. Ну, то есть подбирала. По-моему, вот этот в тоне 201, он с краснотой. Или мне уже от этих ламп так кажется. В общем, возьму вот этот номер 208. Ну, что, с богом. Цвет очень красивый. И пигментация тоже ого-го. Поэтому, стоп, беру чистую кисть и хорошенечко все растушевываю. В принципе, если вы идете на свадьбу или в качестве гостя, или невесты, то не переживайте, потому что во время того, как вас будут фотографировать, камера и так половину цвета съест. Так что не будете выглядеть странно, но как бы люди тоже вас запомнят. Какой-то матрешка, если вы переборщите с румянами или с бронзером. Румяна у меня сегодня тоже от Nars. Это знаменитый оттенок оргазм. И у меня один вопрос. Почему я до сих пор не купила его? Вот просто не понимаю. Он настолько красивый. Это персиково-розовый оттенок с таким золотистым переливом. Но он так потрясно освежает лицо. Это вообще будет мой мастхэв на, чуть не сказала, на холодное время года. Переключайся, Ола. О, Ола, что со мной происходит? Набираю на пушистую кисть. Немножко снимаю. И на лицо. Тоже немножко на подбородок и на лоб. На нос. Прям остатками того, что есть на кисти. Для того, чтобы, ну, все лицо смотрелось как-то более гармонично, что ли. Мне кажется, всего достаточно, но интерес берет свое, поэтому я все-таки попробую воспользоваться хайлайтером от марки Эстрады. Он у меня в двух оттенках. 304, он более холодный. А вот этот 310, такой, знаете, ванильный. И обещает быть красивым, потому что я не вижу никаких блесток. О, класс. Это вроде как бюджетная косметика, поэтому, да, присмотритесь к нему, оночка. Красиво выглядит на коже. Мой макияж практически готов. Мне осталось воспользоваться помадой, о которой так многие из вас спрашивали, и фиксирующим спреем. Он соединит все слои макияжа и позволит ему продержаться дольше. По поводу конкретно вот этого я ничего пока что сказать не могу. Это Urban Decay All Nighter. Я впервые сегодня буду им пользоваться. И потом как-то вам расскажу. И по поводу тонального крема я его нанесла 4 часа тому назад. Сижу под лампами за окном 28 градусов. Я снимаю в небольшой комнатке. И мне кажется, что тональный крем очень даже хорошо себя ведет. Ну, то есть я вообще не могу на него жаловаться. О, я в платье, я забыла. Отлично. В помаде я вернусь через 2 минутки. Я пока что разогрела свой любимый утюжок. Мне его подарили Look Fantastic. И он действительно стоит каждой копейки. Девчонки, если вы вытягиваете волосы часто, обратите на него внимание. Лучше, не знаю, один раз накопить денег и вложиться. Это профессиональный бренд, который называется T3. И, кстати, он продается с двумя такими удобными заживами, которые все это видео были на мне. Они не сползают, они классно держат волосы. Я думаю, что если вы постоянно делаете какие-то укладки или краситесь так, как я, то они вам точно пригодятся. Я сейчас быстренько вытяну волосы, накрашу губы и вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь мой образ готов на 100%. Я дополнила его жидкой матовой помадой от Nars. У них обалденная формула, потому что они тонкие, они быстро и легко наносятся. Они чем-то напоминают мне помады от марки Huda Beauty. Но они более стойкие, они не сушат губы и они красивее съедаются. Я говорю они, потому что у меня ни один оттенок. Я долго к ним присматривалась и, наконец-то, обзавелась двумя и уже присмотрела себе третий. Если вы не верите в то, что матовые помады могут быть комфортными и стойкими, и вообще иметь красивый оттенок, в общем, вы должны попробовать Nars. Вот все, что я могу сказать. И, кстати, по поводу платья. Вы заметили, что на мне сейчас совершенно другое платье. Спасибо за ваше мнение. Я не просто так вас спрашивала, я действительно все почитала. И у меня были сомнения по поводу двух из них. И мне очень нравилось персиковое, но я сомневалась по поводу самой ткани. Потому что она приятная, но как-то слишком много разных ажурных платьев. И, по-моему, уже все их надевали. И я согласна с теми, кто писал, что оно меня слегка простило. Поэтому, как только одна из вас прислала мне ссылку в Instagram на вот это платье из магазина Mojito, я тут же поскакала, купила его и не могу нарадоваться. Спасибо тебе огромное вообще. Я искренне благодарна вам за вашу активность. И если я прошу вашего совета, то это не слова на ветер. Я действительно интересуюсь вашим мнением. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что вам понравилось. Если да, не забудьте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.